Давайте его сюда, пускай он что-то говорит, и все. Пускай он сам сюда придет и скажет. Просто в экран телевизора, телевидению, он смело говорит, что закон этот правильный, пускай выйдет лично народу, скажет. Убийцу выпустили, убийцу выпустили, полицейский, который убил человека невинного, олейника, выпустили. Да, выпустили. Олейника выпустили, забыли уже? Дисциплинарный устав милиции сейчас распространяется на действия полиции, именно на новую полицию, на патрульную полицию распространяется. И, соответственно, и приказы МВД 111 распространяются на полицию. Все по МВД распространяются на полицию. А как же так? Если говорили, что полиция это перезорожная перезорожная перезорожная. До конца року нормативные документы, которые не приедут еще новые, до конца року они еще дают. Ведь у нас автоматично торчает чинство. Ладно, давайте люди хотят увидеть, приехали сюда, потратили бензин, время, ночь ехал кто-то, ночью выезжали. У нас есть определенная цель, что мы срали. У нас есть цель, давайте его сюда, пускай он скажет, все, мы разъедемся, все, вопросов нет. А цены его народа! Здесь каждый, здесь каждый гражданин Украины. Понимаете? И представьте себе, сейчас еще люди поприезжают. С Киева вашего, с вашего города, с Одессы, с Днепра, с Харькова, с Миницы, со всего. Мы не будем до себя звать. Они сюда приедут. И вы представьте тогда, что будет. Это будет... Не хочется, конечно. Это очень большой. Неправильно. Давайте, мы ждем, а вы звоните и говорите. Мы не уедем, звится, пока люди появятся. Еще нам не надо знать новое законопроект. Вы можете узнать, это можно узнать. Узнайте, пожалуйста. Естественно, у нас требование, чтобы отозвали этот законопроект с Верховной Гадой. Это еще, допустим, понравится приемлемо. Вот результат, видите, ребята. Молчим, тихонечко раз туда зарегистрировали. Еще немножко помолчим, приемлемо. А потом начнется нагибание. Правильно? Я-то говорю. Да, уже начин. Попробую. Народ гласбурно. Мало того, что ваши полицейские не умеют рассматривать административное дело. О чем мы говорим? Когда будут доказывать тех, кто рассмотрели дело, человека наказали, человек оспорил в суде, и он опять будет работать. Да он не ум, ему туда нельзя пускать дальше к работе. Все. То есть их надо увольнять. И брать тех, кто умеет, знают закон. Возьмите нас, мы будем полицей. А это ответ на то, что вы сказали, что без сигнала. Это то, что некоторые из наших активистов лучше нас законтажат, чем ваше гаишники. Вы понимаете? Смотрите, как я вам сказал, вы обжаловаете. Если обжалуем, что будет потом с тем, кто... Давайте увольнять вплоть до начальника. Если простой человек обжаловал, значит, должны уволить начальника, который взял вот этого дебила на работу. А они вам писали Дагану, одну, вторую, через полгода сняли, опять давайте Дагану. В той же самой Америке, если... В лучшем плачет Дагану, ты вообще ничего не плачет. То начальник полиции города, он подает в отставку, когда они там женщину застрелили случайно. Он пошел и сам подал. Ну, это застрелили. А за неправильную форму, это понисть, а за судей, никто никуда начальник не уходит. Да, но платят государство. Прошли индивидуально и пообидание из каждого полицейского. Каждый полицейский и пообидает за то, что венчиняют. А ничего не и не поведают они. Что не хочет. Если они не венчат, то есть, они не венчат. Если полицейский принесло наказание за скотсование постановой его, сколько полицейский принесло хотя бы дистанционного издания за скотсование постановой в суде между ними? Ну, я всего лишь руку сказать. Они компьютеры в голове, я не знаю. Ну, вы так все говорите. У нас статистика есть выигранная судя. Я не хочу вас искомить, но вы лжете. Нет таких фактов. Я рассказывал 5-6 постанов. Ни одного не привлекли даже дисциплинарной ответственности. Открыто уголовное производство и никаких дисциплинарных ответ руководств. Ответ руководства, что даже дисциплинар не были. Это так, как должно быть по закону, но это так, как не происходит в реальной жизни. Я вынесено постановление. Я его в суде скасовал. После того, как я его скасовал, я считаю справедливо, что мое время было вот тогда. Я подъехал в прокуратуру и открываю уголовное производство. В этот момент я узнал руководство, после того, как скасовано постановку, какого заскания принес полицейский. Даже дисциплинарного не понес. Ответ на свой унижение не однократно. Одного и того же даже полицейского. В следующий раз его привлекут в дисциплинарную ответственность. Ответ Белецкого, начальника Одесского... Постановление отменили, а правопорушение его... Нет никаких претензий к полицейскому. 5 постанов его личных отменено. А у него нет даже дисциплинарных. Я что-то к ситуации в Клаузе. Мы вам идем за то, что Белецкий запущится. Мы писали обращение сюда Хадиды Канаидзе от Одессы. Мы писали со всеми нарушениями начальника управления патрульной полиции города Одессы. Нам не пришел ответ. Просто не пришел ответ. Или если приходит ответ, то приходит, что никаких противоправных действий избачается. Хотя четко видно, что есть нарушения со стороны патрульных. Есть нарушения, когда убивают людей, когда сбивают на пешеходных переходах и говорят нет. Когда есть прямые факты того, что замкомандира батальона с другими патрульными пытаются устроить договорняк, чтобы отмазать своего знакомого. И мне приходит ответ. Не вбачайте противоправных действий в патрульных. Как мы можем доверять? Я сама работала в патрульной полиции, проработала полгода. Я знаю, как это все работает изнутри. Мы не просто приехали, мы приехали в патрульных действий. Я сейчас не понимаю, как вы говорите. А вы говорите, что Авакова нет. Белецким рассказывают бесполезно. Он не доведет до вас эту информацию, что это в сайте. Он доведет, либо снимут, либо он ответит. Тоже дурак будет поставлять в мужок. Ваши понятия, да, только через суд. Оно длится сколько? Главное производство, минимум, длится 5 лет, это до распределения обвинения. У нас плывы на суд, пока нет. Вам не просут, никто не говорит. Органы МВД, следственные МВД. Смотрите, вы знаете сейчас экономическую ситуацию в стране. Давайте полицейские на всех нас будут писать постановления. Мы, как дураки, вместо работы будем бегать их обжаловать, писать жалобы на них, вместо того, чтобы зарабатывать для наших семей деньги, для того, чтобы накормить наши семьи. Чтобы потом платить налоги, для того, чтобы полицейские не являются. Хорошо, как вы это предлагаете? Давайте любого полицейского позовем из присутствующих и спросим, как проводится рассмотрение административного дела. Я уверяю вас, ни один не скажет. Ни один правильно не скажет. Давайте позовем другого. Давайте пройдем. Вот я говорю вам к тому, что полицейские нарушают законодательства. Просто вопросом больше, чем ответом на самом деле. Как можно сейчас при такой квалификации полицейских давать им презумпцию правоты? Если бы они у нас были профессионалами, допустим, как в Европе, либо в Америке... Наверное, он больше земли. Наверное, он больше земли. Он отличный! Он отличный! Пожалуйста! Приставьте, пожалуйста! Приставьте, пожалуйста! Товарищ полицейский, извините. Скажите, пожалуйста, нам, как проводится рассмотрение административного дела? Дело об админ правонарушения. Представление России такими не будут учиться. Далее. Так подождите, так подождите, так вот, вот, пожалуйста! Ваньба! Ваньба! Ваньба, пожалуйста! И вот такие все у вас! Вот такие все у вас! Все такие! Вы слышите то, что вымагает народ Украины! Я вас прекрасно понимаю! Я правильно понимаю! Я правильно понимаю! Это он вас послал? Или выручил? Ну вот это вот, бородатый полицейский сануз. Я хотел бы узнать, вы как начальник, я понимаю, вы вышли из министерства. Мне задают эти питания, я на этом вопрос. Как вы ощущаете? Он вас послал или это нормально у вас? Поучили. Поучили. А им лично вас? Нет. Вы же какая-то особа владных повноважений. В чем вы это зрозумели? А можно вопросы? Нет, ну мы разговаривали, вы дали догрошу, то мы сейчас спросим. Нет, вы притянули сюда полиция? Да не притянули. Он сам пришел. Да нет, он сам пришел. Мы вам хочем задать вопрос. И что? Подошел его начальник, он вас послал. Он вас послал. Причем вопрос. Он вас послал. Вы как ощущаете? Он вас послал? Можно вопросы задать? Один вопрос. Посмотрите, здесь еще люди мирные, которые присутствуют вопросы. А вот это вот, этот цирк вообще зачем? Один вопрос. Начальник должен быть без права. Посмотрят за подчиненами. Вот такой безумный начальник. Пацан умнее его. Сейчас, ребята, одну минуту. Одну минуту. Я подошел к полиции. И как гражданин Украины, даже как журналист. Как просто гражданин Украины. Попросил себя проконсультировать. Я считаю, что каждый сотрудник полиции может проконсультировать любого гражданина, так как это является юридическим обучением народа. Это является одним из направлений юридического образования граждан народа Украины. Не только народа Украины, любого государства. Что вы сейчас считаете? Это по теории государства и права. Теория государства и права Это как ветвь образования народа Одна из веток И полицейский, который стоит на службе Обстрактный вопрос следующий Я попросил проконсультировать меня Сотрудника полиции Он меня, грубо говоря, отказал, послал Сказал, обратитесь куда-то дальше Вы как считаете, это нормальный момент? Я бы нормально, спокойно попросил Будьте любезны И так, и так И так, и так Не надо вилять, они не отвечают на четко поставленные вопросы Подождите, давайте, ну, не будем делать базар И так, и так Можно и по-людски ответить, и можно по-законодавчим По-людски, он должен допомогти Будь-якому человеку, который на него звертается Если он потребует душу А по закону я не повинен? Будь-якому людей Зачем они вам нужны? Они пешки в этой игре Подойдите, пожалуйста, в кучу входа Не надо рассеиваться по территории Ребята, давайте воздержимся от провокаций А то потом будут говорить, что провокаторы приехали тут, устроили Непонятно что Подходите, там, в область Зачем они вам нужны? Они все равно, чем они все Там червони переты прямо стоят Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова